Первые ботинки в этом списке могут быть как нарядными, так и повседневными, и мне особенно нравится тот факт, что у них есть история. Вообще-то, одни из предков этой обуви – это походные ботинки М-1904. Если вы немного разбираетесь в военной истории, то знаете, что М-1904 заслужили армии США хорошую службу, когда США вступили в Первую мировую. Солдаты, которые много времени проводили в окопах, хотели обувь, которая была бы более прочной водостойкой, с более толстой подошвой. Так появилась модель М-1917. Во времена Второй мировой войны американцы носили армейские ботинки модели М-42. Так что же это за ботинки с такой длинной историей? Это классические ботинки Дерби. Ботинки Дерби бывают различных стилей, цветов, конструкций и изготовлены могут быть из различных материалов. Все эти факторы влияют на то, будут ли ботинки нарядными или более повседневными. Вот эта модель у меня в руках является более повседневной. Почему? На то есть несколько причин. Во-первых, посмотрите на цвет. Обычный коричневый, не темно-коричневый или другой оттенок. Тут не спутаешь. Такой оттенок коричневого является более повседневным. Кроме того, давайте посмотрим на подошву. Подошва – это нижняя часть ботинка. У этих ботинок подошва рельефная, ботинки массивные, подошва толстая. Ботинки такого рода всегда будут намекать на повседневный стиль. Какие еще детали указывают на повседневное ношение этой обуви? Обратите внимание на мысок. Такие мыски всегда понижают уровень нарядности ботинок. Насечки, а также контраст между дырочками для шнуровки и крючками. Крючки в ботинках в принципе указывают на повседневный стиль. При сравнении деталей той пары ботинок с вот этой, хорошо видно разницу. Тот же самый стиль. Это ботинки тоже классические дерби. Но вы можете сразу обратить внимание на то, что черный цвет делает обувь формальнее. Черный цвет – вообще самый формальный цвет. Кроме того, подошва. У этой подошвы тоже есть рельеф, но она совсем не производит впечатления, что она такая громоздкая и тяжелая, как подошва на предыдущей паре. Нет резкого контраста между дырочками и крючками, нет прошитого мыска. В общем, господа, если говорить о ботинках дерби, существует масса различных вариантов. Как видите, вот эта модель ботинок представляет собой нечто среднее. Здесь у нас более светлый оттенок, коричневого. И обратите внимание на шнуровку, здесь нет крючков, только дырочки для шнуровки. Нет контраста между цветом отверстий для шнурков и самой шнуровкой. Шнуровка повседневна, но мысок не прошит. Если же вы ищете пару ботинок, чтобы принарядиться, чтобы носить их с парой брюки, спортивным пиджаком, выбирайте Броги. Что такое Броги? Это ботинки с декоративной перфорацией, дизайном, орнаментом, который вырезан на коже. И орнамент располагается не по всему ботинку, хотя исторически говорят, изначально так и было. Но в современных Брогах я ничего подобного не видел. Перфорация в современных Брогах локальная. И что касается орнаментов, вы можете найти большое разнообразие разных стилей. Есть полуброги, есть четверные Броги, есть полные Броги. Есть Броги с длинными V-образными швами на мысах. И если вы хотите сойти за знатока, запомните, что в любых Брогах перфорация на мыске называется медальон. Они так и кричат, что они нарядные, и носить их нужно с соответствующей одеждой. Едем дальше. Еще одни ботинки, которые необходимо знать каждому парню, это армейские ботинки. Есть разные варианты. Вот эти вот, это ботинки для парашютистов. Обратите внимание на дизайн голенища. Если вы выпрыгиваете из самолета, если вы когда-либо прыгали с парашютом на военной службе, вы хорошо знаете, что вы приземляетесь отнюдь не мягко. Придется немного покататься по земле, так что нужно защитить лодыжки от перелома. Если удар придется на лодыжке, будет очень больно. Люди стонут от боли и зовут врача. Смысл высоких голенищ в защите лодыжек. И по сей день эти ботинки выполняют свою функцию. Кроме высокого голенища, вы также можете заметить крючки для шнурков. Они нужны для того, чтобы очень быстро зашнуровать армейские ботинки. Они относительно недешевы в изготовлении и прошивке ботинок, поэтому их не вшивают сверху донизу, и в нижней части ботинка можно заметить обычные дырочки для шнурков. В целом они похожи на ботинки Дерби. Посмотрите на их заднюю часть, на боковую часть и на переднюю. У этих ботинок очень удобный язычок. Благодаря ему очень удобно каждый раз зашнуровать эти ботинки. Еще одна отличительная черта армейских ботинок – это подошва. Она тяжелая и толстая. Подошва рельефная для обеспечения большого коэффициента трения. Так что становится понятно, что эта обувь может быть только повседневной, так что не забывайте, что эти ботинки будут привлекать к себе внимание. На выход такие ботинки не наденешь, даже если они будут замшевыми. Их точно не стоит сочетать со спортивным пиджаком. Далее следующие ботинки в моем списке были изготовлены египтянами для англичан во времена Второй мировой войны. Согласно некоторым данным, каким-то британским офицерам хотелось носить в пустыне более легкие ботинки, чтобы ноги меньше потели и чтобы обувь была более простой и практичной. Британцы наняли каирских сапожников, чтобы те им пошили ботинки по очень простому дизайну, который им вручили буквально на салфетке. Получились ботинки-дезерты. Они отличаются от других мужских ботинок тем, что верх у них действительно очень легкий. Они сконструированы так, что их можно носить в жару при высокой температуре. Вверх ботинка обхватывает лодыжку, но ботинки невысокие. Кроме того, обратите внимание, для шнурков есть только по две дырочки с каждой стороны. У некоторых дезертов бывает и четыре, но реже. В целом у дезертов не бывает высокого голенища. Основная идея дизайна дезертов или ботинок Чука – это простота, легкий материал. Подошва тоже достаточно рельефна, но она не такая тяжеловесная, как мы могли заметить и у других ботинок до этого. Эти ботинки прошли долгий путь со времен Второй мировой. Они также существуют в различных стилях. Вот у этих заметен контраст между верхами подошвой. Подошва плоская, поэтому больше площадь соприкосновения с полом. Рельеф тоже имеется. В них очень удобно ходить по городу, гулять и так далее. По сравнению с предыдущей парой, где верх был из замши, здесь верх изготовлен из твердой, но легкой кожи. Изменами остаются простота и легкость. Это повседневные ботинки. Вы можете сочетать их с джинсами и футболкой, или хенли. Их можно также носить со спортивным пиджаком, если выбрать немного более формальную по стилю пару. Может, какие-то вроде этих. Не знаю, формальный у них стиль или нет. Но синяя замша определенно делает их наряднее. У них уникальный темно-синий цвет. Вы могли бы надеть такие с джинсами или с брюками из синей фланели. Думаю, получился бы отличный образ. И вот что, господа, если вам нравится сегодняшнее видео, если вам нравится выбирать ботинки больше, чем общаться со своими родственниками, тогда сделайте мне одолжение, поставьте этому видео лайк. Мне очень приятно, когда вы показываете свое отношение к моей работе. Далее ботинки Челси. Возможно, это мой самый любимый стиль обуви. Как я уже говорил, мне они нравятся, потому что я много путешествую, и когда проходишь через контроль безопасности в аэропорту, их легко как снимать, так и надевать. Они невероятно универсальны, их можно носить и с нарядной одеждой, и с повседневной. Если вы подберете Челси подходящего стиля, вы можете надеть их даже с костюмом. Они хорошо сочетаются со спортивным пиджаком и брюками. Или же можно выбрать Челси подходящего цвета, и внезапно их уже можно носить с джинсами и футболкой. Если вам нравится черный цвет, надевайте черные джинсы, черную футболку с V-образным вырезом, и вот такую пару ботинок Челси. Такие ботинки привлекают внимание, они отлично смотрятся. Если вам хочется большего контраста, если вам хочется приковать внимание всех окружающих к вашей обуви, тогда обратите внимание на ботинки вот этого цвета. Если вы наденете их синими джинсами, с разнообразными темными футболками, например, темно-синего цвета, или обычного синего цвета, или же темно-зеленого, темно-красного, то знайте, ботинки точно будут в центре внимания. При этом Челси не обязательно должны сочетаться с нарядной одеждой. Вы можете выбрать Челси с более грубой подошвой. Вот такие, например, могут быть вашей, так сказать, рабочей лошадкой. Их можно носить с повседневными образами. Если же ботинки Челси для вас слишком просты, если вы хотите входить в помещение и чувствовать себя как рок-звезда, то обратите внимание на ботинки Джодхпур. Это обувь родом из Индии, их использовали англичане для верховой езды. Уверяю вас, это очень стильные ботинки, они не устаревают. Их легко как надеть, так и снять. У них есть ремешок, благодаря которому их можно немного затянуть. В них есть нечто особенное, и необычный материал это только подчеркнет. Если же вы хотите нечто еще более необычное, то обратите внимание на вот эти ботинки. Это ботинки Хорнес. Они тоже использовались для верховой езды, их легко надеть и снять. Вот в эти вшито молния, благодаря которой их очень легко и удобно надевать. Конкретно эти ботинки, как вы видите, очень нарядные. Посмотрите на их кожаную подошву. Коэффициент трения у них снижается, однако такая конструкция придает им очень аккуратный вид. Коэффициент трения у них снижается, однако такая конструкция придает им очень аккуратный вид. Из-за этого они выглядят очень нарядно, и в целом стиль этих ботинок приковывает к себе внимание. Ботинки этого и предыдущего стиля были созданы для того, чтобы мужчина легко мог удержаться в седле. Для этого у ботинок есть каблук. Нога должна была прочно удержаться в стремени, чтобы всаднику легче было сидеть на лошади. Если вдруг всадник падал с седла, нога могла легко выскользнуть из ботинка, чтобы всадника не проточило вслед за скачущей лошадью. И вот так мы плавно переходим к самым культовым ботинкам для верховой езды, а именно к ботинкам в стиле вестерна. Также они известны как ковбойские ботинки. Последние 200 лет эти ботинки были просто неотъемлемой частью голливудских фильмов, которые сделали из них просто икону стиля. Все парни хотели носить такие ботинки. Я вырос в Мидленде, штат Техас. У нас было небольшое ранчо, и я носил такие ботинки. Я чувствовал себя в них очень комфортно. Хотя в те времена я носил такие ботинки не слишком часто. Я учился в Техасском университете, эта обувь была популярной. Многие парни спрашивают меня, как им носить ковбойские ботинки, если они сами не ковбои. Что ж, отвечаю, найдите подходящие ботинки этого стиля для себя, в которых вам комфортно. Походите в них, поносите их, и тогда вы не будете себя чувствовать неловко, когда надеваете их. Когда идете в общественное место. И раз уж речь зашла о легендарных ботинках, давайте поговорим о ботинках, известных как ботинки Макосины или Макосины Ворк. Мне они нравятся, потому что в них очень комфортно. Если у вас широкая стопа, поверьте, вашим пальцем на ногах, вашим ступням будет в них очень удобно. Конечно, есть разные модели, все зависит от фирмы производителя. Вы можете найти разные варианты, но главное, что объединяет ботинки такого стиля, это то, что они чрезвычайно удобные. Обратите внимание на прошивку между передней частью ботинка и язычком. Подошва у таких ботинок, как правило, плоская. У них есть небольшой рельеф, поэтому коэффициент трения выше, чем у обычной обуви. Если вы много времени проводите на ногах, если вы много ходите, эти ботинки для вас. Есть небольшой каблук, так что вы будете очищать небольшой подъем в области пятки, но все же каблук не такой высокий, как на других ботинках, которые мы сегодня обсуждали. Дизайн у этих ботинок очень простой, по сути они наследие от североамериканских индейцев. Из-за типа конструкции этой обуви и из-за того, что часто между верхом и подошвой наблюдается контраст, эти ботинки относятся к повседневной обуви, поэтому рекомендуется их носить с повседневными рубашками и джинсами. На выход они не подходят. Если вам такие ботинки подходят, из-за условий работы, из-за вашего образа жизни, отлично. Только помните, что они относятся к повседневной обуви. Их можно носить по выходным или просто когда ездите по делам в город. Нарядными их сделать не удастся, а на работу можно носить, только если вы работаете в довольно суровых условиях. Далее идут ботинки для туризма. Дизайн этих ботинок очень прост. Здесь вы не увидите никаких кожных вставок. Главная идея дизайна такова, ботинки должны быть водостойкими. Такие ботинки изначально обрабатывали различными маслами, чтобы они были максимально водостойкими. Такие ботинки могут быть изготовлены по конструкции Гудьер Вэльд или Шов Гудьер. По этой конструкции элементы ботинок соединены различными швами. Они водостойкие, у них прочная рельефная подошва. И спереди у них вшиты крючки, чтобы легко и быстро можно было их зашнуровать или распустить шнуровку, чтобы надеть или снять. В ботинки для туризма исторически часто вкладывали стельки, чтобы подошва была толще, чтобы лучше предохранять ноги туриста от холода. Но дизайнеры при этом не перегибали палку в стремлении сделать подошву толще. Туристы всегда могли утеплиться при помощи носков. Думаю, и сейчас многие так делают. В общем, думаю, такие ботинки хорошо защищают своего владельца от ветра и холода на большой высоте в походе. Далее, утиные ботинки. Они так и остались бы неизвестными ботинками, которые носили в штате Мэн, если бы их не стали носить в качестве модного аксессуара студента университета Лиги Плюща. Не знаю, когда это произошло, то ли в 50-е, то ли в 60-е, но явление начало набирать обороты, и они стали популярны. Они прочные, и половина снизу изготовлена из резины, а верх из кожи. Если вам приходится куда-то идти в дождь и слякать, если вам предстоит работа в непогоду, то эти ботинки отлично справятся со своей задачей. Интересно то, что эти ботинки стали модными. Люди стали придумывать с ними разные стильные образы на выход. Так что все модные правила были разрушены. В итоге люди стали носить их в совершенно разных сочетаниях с предметами одежды. Итак, какое же видео вам еще порекомендовать? Может быть, почему дамы любят мужчин в ботинках? Я проработал это видео, оно стало еще лучше, чем раньше. Посмотрите этот ролик, не пожалеете. Ребята, я детально разобрал всю научную подоплеку того, что женщинам нравятся мужчины в ботинках. Серьезно, не пропустите это видео.